Ты что, продавец шаров? Денежные призы, косметика всякие там. Много тестеров дали мужчине. Пришло время знать, что у нас во втором подарочке. 27 тысяч рублей. В общем, мы пришли в торговый центр, и на этом моменте мы прощаемся с Давидом и Денисом. Потому что мы с Денисом сейчас идем жрать, а Давид с Денисом идут в магазин косметики, где будут подбирать мне косметоз. Ты сейчас подберешь всякий хлам, и не попадешь мне в цвет, я даже не знаю, что я сделаю с тобой. Я буду стараться. Оправдай мои ожидания. У меня плана нет, Дениска, мне нужно купить кучу косметики, я себе накидал небольшой список, но я понятия не имею, что покупать, давай пойдем посмотрим. Насколько я знаю, надо начинать с тона, поэтому давай выберем тон. Так, смотри, ну здесь светло-бежевый тон. Я думаю, ты уверен, тебе не надо никого спрашивать. Ну, Лиса любит розовый цвет, так что я думаю, мы попали. А, паловый. А, паловый, я не знаю, что это такое. Не, я знаю, что такое консилер, я его пока просто не вижу. Давай, что такое. Консилер, это, ну, консил скрывать. Это пятерочка. Пятерочка, пятерочка самый светлый вариант, да? Я думаю, все-таки вот вы пользуетесь этим, мы тоже этим, а этот самый, пятерочку самый светлый вариант. Нам тут сказали, что мы участвуем в акции какой-то, если мы делаем покупку от 700 рублей, мы можем получить вот такие вот подарочки и выиграть даже мини-кинотеатр. В следующем в моем списке, который я себе подготовил, идет средство для бровей. И тут все очень просто, я вижу надпись БРОУ, это, скорее всего, для бровей. Теперь нам нужно выбрать цвет, я знаю, что Лиса любит темный цвет, наверное, наверное. Вот, сейчас мы попробуем укатать цветом. Так, Дениска, это не то, это тинт для бровей. Моя логика найти слоу-бро не сработал. Я нашел самый темный оттенок, мы его и берем. Теперь мне нужно найти подводку, я не знаю, как это она выглядит, поэтому будем искать. Лайнер для глаз. Дениска, я думаю, это подводка. Черный цвет, то, что надо, берем. Я думаю, Шанель плохие вещи не делает. А ты шаришь, да? Нет, я просто так думаю, мне кажется. Давай выберем цвет. Может, свои можно собрать? Собери их все, как покемоны. Мне кажется, здесь есть больше светлых и темных, они, наверное, универсальнее. А тут как будто их нет. Хотя, да, они похожи. Мне нравится 926, я не знаю, почему я возьму его. Надеюсь, я не прогадал. Эники-беники. Пришло время выбирать румяна. Мы подошли к стенду Dior. Тут опять очень много цветов, и из них надо выбирать. Мне кажется, листья подают какому-нибудь розовый оттенок, но тут все розовые. План сломался. Читалочка у тебя есть какая-нибудь готова? Я одну только знаю, про Эники-беники. Эники-беники, ели вареники, в общем, не важно. Выбираем 30-30-ю. Пришло время выбирать хайлайтер, то бишь шестьяшечку. Мне подсказали, что в Кириллен можно найти что-то хорошее. Видимо, я должен выбрать какой-то пак шаричков. Что-то ничего не получилось. Я сияю? Ты сиял и без хайлайтера. Пришло время выбирать пудру. Тут пудра, вот она одна, и знаешь, в чем ее плюс? Тут нет других цветов. Соответственно, не придется мучиться. Надо выбрать помаду, и вот здесь мне нравятся все цвета розовые. То есть любая, наверное, подойдет. Мне кажется, что то, что надо. Прямо как у Лисы, да, цвет? Берем. Нам надо выбрать сейчас косметику, и мы, наверное, в первую очередь пойдем в Мэйбелин, потому что Лиса снималась в рекламе у них. Я думаю, там большой выбор, и ей там все нравится. Последнее, что осталось выбрать, это тушь. Тут огромный выбор у Мэйбелин. Какие-то вот все они красивые. Я буду выбирать все розовое. Это мой беспроигрышный вариант. И вот здесь аж две туши, которые подходят под это описание. Мы закончили с косметикой, и теперь я хочу Лисе взять что-нибудь прикольное, типа, может быть, как называется, Денисочка? Шарики. Для ванны. Показали вот такой красивый розовый скраб. Выглядит, по-моему, офигенно. Его очень много. Схож на варенье. Ты бы съел? Я бы да. Ты что, продавец шаров? Но тут есть тоже очень много шариков. Я, пожалуй, не ограничусь одним. Возьми два. Возьму два шара. Ты настоящий мужик. Два шара разноцветные. Я думаю, Лисе даже понравится. Может, может, я какую-нибудь штуку такую посредине. Беленькую. Это не тот контент. Это тоже подарка. Денежные призы, косметика всякие там. Прикольные ништячки. И самое классное, что мне очень понравилось, это мини-кинотеатр. То есть такая штука классная. Может быть, это мы выиграем? Это карточки, в которых будет написано, какой у нас приз. Вот, мы можем забрать две карточки, потому что сделали много подарков. Я возьму первую, а ты, Дениска, возьми вторую. Это хайлайтер, мне кажется, да? Хайлайтер стик. Это наш приз. Мы его получили совершенно бесплатно. То есть выиграли. Сейчас будем смотреть, что получим во втором. Подарочки. Блин, я уже вижу, что это тушь. Денис, зачем мы все это покупали? Мы все выиграли. Еще нам дали в подарок купон на 800 рублей. А это, собственно, тушь, которую мы получили в подарок. Заметьте, она тоже почти розовая. Покупочки завершены. Теперь мы с Денисочкой идем к тельняшке и Лисе, которые нас ждут в ресторане. Ку-ку. Приветики. Что ты тут накосил? Подарочки. Дома посмотришь. Нет, да, я хочу. Нет, посмотришь дома. Я хочу посмотреть. Дома. Ну, давай, я хочу посмотреть. Ну, хоть что-нибудь дай. Сейчас будет очень интересный момент. Давайте вместе посмотрим. Первое, хочу обратить внимание на чек. В этом пакете только подарки, да. Много тестеров дали мужчине. В этом пакете косметос. Вот как вы думаете, сколько стоит косметос в этом пакете, судя по чеку? Я вам сейчас скажу. 27 тысяч рублей. Что ты купил на 27 тысяч? Итак, самое первое, что это стоит, это вот такой вот тональный крем от Maybelline. Этот оттенок называется розово-опаловый. Кстати говоря, не знаю, как будет смотреться на камере, но в жизни то, что я пока вижу, это то, что оттенок мне немного не подходит. Он самый малый, для меня темноват. Не то, чтобы это было критично, буквально пару дней на солнце, или просто когда весна начнется, он будет норм. Максимально удивлена, что он каким-то образом подобрал тональник, который, ну, можно сказать, что мне даже подходит. Получается такой эффект загара. Давайте посмотрим дальше. Дальше, дальше по логике у нас должен быть консилер. Но пока тон самый малый подсыхает, я хотела бы показать вам вообще пробник, что нам положили за покупку на 27 тысяч рублей, повторяю. Ну, видимо, потому что он самец, и мы положили вот такую вот штуку от жилет. Косметичка-жилет. Она достаточно большая, и мне кажется, ей будет удобно брать с собой когда-то в путешествие. Ну, реально неплохая косметичка, прикольная. Какие-то вот такие открытки или что-то такое, даже не знаю. Здесь внутри находится... А, а здесь внутри находится целая куча, смотрите, всевозможных тональников, сэмплов, тестеров. А здесь пробники шампуней. Очень круто. Прикольное оформление в конверте. Просто куча духов. Реально куча. Огромное количество каких-то тестеров дали, жесть. Это еще не все, еще вот. И что самое портое, вот еще что ему дали. Но это он сказал, что он участвовал в каком-то конкурсе. Но здесь у нас тушат, мы явили. И хайлайтер стик от Maybelline. Просто добиться ходила в магазин. Ему дали тестеров на весь магазин. Иду в магазин я. А можно, пожалуйста, тестер? Ммм, девушка, вы знаете, у нас нет тестеров, у нас все закончилось. Серьезно, вот вы когда в магазин ходите, вам много тестеров дают? Мне вообще почти их не дают. Что за бред? Я просто вижу, это реально какой-то бред. Что он делает? Чего не делаем мы с вами? И здесь есть консилер. Я думаю, вы уже видите, да? Потому что консилер и тон совершенно не подходит. Оттенок 0,5. Супер светлый оттенок 0,5. Но то, что он взял консилер и тон у одного бренда, это прям похвально. Это круто. Дальше в этом пакете я покопалась и я поняла, что происходит что-то очень непонятное. Во-первых, вот это. Что это такое? Что это, блин, скраб для тела. До меня дошло, потому что я прочитала вот эту маленькую штучку. Скраб для тела, здоровенный, большой. Видимо, подразумевалось, что перед съемкой видео должно пойти в ванну и отскрабировать все свое лицо и тело. Но я не предполагала, что здесь будет что-то для ванны. Дальше из непонятного. Здесь есть две бомбочки для ванны. И как бы все хорошо, но я тоже не особо поняла, в чем его смысл. Потому что вроде как он должен был купить мне декоративную косметику, но еще решил купить бомбочки для ванны. Я сейчас вот так вот их поставила и поняла, что они напоминают мне нечто не самое, наверное, приличное и подходящее. Это не то, что вы о подумали. Это два с белых персика и граната. Нашла вот такую вот бальзам-помаду со вкусом манго. Это очень прикольно выглядит. Я даже без понятия, что это за бренд, но походу это какой-то бренд тоже душевых изделий. Ой, я думала она будет бесцветная, она прям с пигментом. Вот это, кстати, прикольно. Пусть она пока увлажнит мои губы, пока мы все остальное делаем, может я даже ее и оставлю. Коробка с метеоритами, коробка с румянами, пудра, гелевая подводка, вот это прикольно. Помада, тени Шонел, тушь для ресниц, тушь для бровей. Ну что ж, давайте тушь для бровей и воспользуемся сейчас. Вот так вот она выглядит. Оттенок называется Dark Blonde. Тени. И тени у нас тут от Шонел. Эти тени как-то уже не особо люблю, потому что у меня была палетка теней в розовом цвете. Я, по-моему, даже как-то показывала в видео. Мне она вот прям не зашла. Если что-то еще одна такая же палетка в розовом цвете, я прям бомбану. Давайте посмотрим. Но сначала посмотрите вы. Я закрываю глаза и не смотрю, какой это цвет. Какой здесь цвет? Пожалуйста, скажите мне, что он не розовый. Он не розовый? А, это нёдовая палитра. Тут они абсолютно нейтральные, шиммерные оттенки. Смотрите, как они выглядят. Тан-тан-тан. Ну, короче, как-то вот так это все выглядит. Если честно, не особо фанат косметики Шонел. 4 380 рублей. Следующий оттенок это вот этот. И они предлагают наносить его во внутренний уголок глаза. Но этот цвет, правда, если честно, меня немного покорил, потому что уж он оказался на удивление пигментированным. И с оттенком под номером С, то есть вот с этим предлагается его растушевывать по границе складки верхнего века. Хотя, знаете, я вот так сейчас смотрю на эту пудру и думаю, все-таки она стоит беженых денег, все-таки ее покупать. Значит, она кому-то нужна, значит, кому-то это нравится. И тут до меня доходит. Ну, да, я гениальная. Надо подарить эту пудру, например, маме Давида или моей маме. Им очень понравится, они будут счастливы и скажут, что да, это лучшее пудру в их жизни. Румяшки. Пожалуйста, румяшки, будьте хороши, будьте прекрасны. Румяшки у нас от Диайор. Эти их упаковки, которые выглядели еще так же, когда я училась в первом классе. В общем, ничего не меняется. И румяны выглядят вот так. Цвет что-то вроде пыльной розы с золотинкой, ну да. Но выглядит прикольно. И, наверное, к этому макияжу даже очень подходит, потому что все будет выглядеть достаточно свежо. Но вот румяны прям вытащили ситуацию. Они очень приятные. И цвет у них прям такой. Видите, оно прям как-то вот искрится что ли, я не знаю. Но очень красиво выглядит. Такой прям супер свежий, супер очень-очень такой нежный эффект появился. Мне нравится. Следующее. Но, как вы понимаете, не по значению, даже не по объему, потому что коробка-то такая увесистая. И это знаменитые метеориты от Герлен. Очень красивый цветочек. Прослойка. Это, по-моему, не пуховка. Хотя, наверное, ну да, это скорее не пуховка. И вот эти самые метеориты лежат. Пахнут они, конечно, ужасно прекрасно. Беру кисть и ничего. Абсолютно ничего. Я просто не понимаю этот продукт. Ни тогда, ни сейчас. Возможно, я что-то делаю не так. Объясните мне, пожалуйста, тупой. Я его просто не вижу. Его, ну, тупо нет. Хотя, реально, я знаю, что люди просто умирают от метеоритов. Объясните мне, как это у них происходит. Я тоже хочу умирать от метеоритов. Я тоже хочу, чтобы мне нравилось то, что нравится людям. Может быть, они и убогие, но это решать уже вам. А следующий момент это тушь. Здесь все просто. Беру тушь, мажу. И мы делаем свои выводы, хорошая она или плохая. Но тушь он выбрал обычную черную. Я знаю, почему он ее выбрал. Потому что она розовая и блестящая. И это прикольно. Конечно, брови хочется совсем другие сюда. Но хочется и не можется. Знаете, что у меня за пудра? Это пудра от Сислей. Или Сислей. Не помню, Сислей. Знаете, сколько стоит этого пудра? Знаете? Знаете? Не знаете? Сейчас я вам скажу, сколько стоит эта пудра. Пудра стоит 6 860 рублей. 6 860 рублей стоит эта пудра. Блин, если эта пудра не будет самой лучшей в моей жизни, меня сейчас конкретно забомбит. Давайте посмотрим, что такое... Просто что это? Ок. Внутри была обычная картонка. Ну окей. Обычная пудра, которая выглядит как зеркало. При этом вы можете видеть камеру. И внутри пудра даже без пуховки. Не, ну серьезно. Не, я все понимаю. Я отношусь нормально к косметике люкс. Без проблем. Я понимаю, что когда мы платим много денег, мы платим за бренд, ля-ля-ля, за упаковку, все такое прочее. Но не 7000 рублей еще и за пудру без пуховки. Еще сразу видно, что цвет мне не подошел, да? Ага. Конечно. Конечно. 7000 рублей. 7000 рублей. Охренеть. Что это за пудра? Это хорех какой-то, а не пудра. Бредовая абсолютно пудра. Самая бредовая пудра, блин, в моей жизни. А-а-а-а. Я буду этим пользоваться просто потому, что подарили и стоит дорого. Но, фак, я максимально недовольна происходящим. Я сейчас закончу макияж. И обязательно оцените его в комментах от 1 до 10. Как он макияж, который получился? Нравится, не нравится? Ну, по мне макияж выглядит симпатичным. На самом деле, цвета достаточно приятные. И даже не видно то, что тон мне не подходит. Ну, реально не видно. Короче, мне пока, правда, все нравится. Хотя некоторые средства, я вообще не понимаю, их прикола. И что ж, последний момент. Это помада. Надеюсь, сейчас все будет хорошо. Помада вот такая вот. Это Yves Saint Laurent. И это один из самых нейтральных оттенков. Но я, уверена, ему просто консультант посоветовал. Потому что слишком, слишком хороший оттенок. И давайте попробуем на губах. Я думаю, это обычная матовая помада. Но она нифига не матовая. Она какая-то очень странная. Она матово-блестящая. И понимаете, как хотите. Очень странный эффект. Реально продукт, который необычный. Прикольно. Что ж, вот такой вот макияж конечный у меня получился. Пойду сейчас по зову Давида. Он не знает, что я снимаю видео. И спрошу типа, как ему макияж. Послушаем все странно. Потому что он не знает, что я сейчас снимаю ролик. И он честно скажет, нравится ему или нет. Подожди, сейчас послушаем. Как сняла видосик? Да. Ну вот, макияж сделала. Как тебе? Отличный. Сам подбирался. Да. Ты только не использовала, ничего своего не брала? Не, я ничего не добавляла. Я слышал, что ты ругала этот... Пудру? Пудру. Ну у меня больше цена я бомбанула. Ну типа 7 тысяч за пудру, это вообще... Премиум. Ну блин, премиум. Бред это полный, а не премиум. 7 тысяч это вообще прибор. Да, это твой видос. Продолжение следует...